с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 21 июня всемирный день гуманизма отмечается ежегодно в день летнего солнцестояния чаще всего именно 21 числа это напоминает нам что человек высшая ценность и очень логично что в этот летний период отмечается также день медицинского работника или просто день медика каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением профессия сложная ответственная весна 2020 года в очередной раз это доказала с праздником вас и как ни странно дай вам бог поменьше работы сегодня также отмечается международный день йоги само слово символизирует соединение тела и сознания тому кто умеет делать живется легче и гармоничнее день кинологических подразделений мвд россии день кинолога собаки стали принимать участие в полицейской службе начиная с 1906 года на сегодняшний день они помогают раскрывать порядка двадцати тысяч преступлений в год также сегодня всемирный день гидрографии и день сэлфи или как у нас говорят себя шички у родившихся в этот день 20 июня 1910 год в этот мир приходит поэт александр трифонович твардовский к тому же военный корреспондент лауреат ленинской и четырех государственных премий ссср с одной стороны крупнейшая фигура в партии на советской иерархии с другой борец за правду легендарный редактор легендарного журнала новый мир первые стихи опубликованы когда автору было всего 15 лет говорят на экзамене в институте литератору однажды даже попался билет с вопросом о его же собственной поэме уже успевший стать к тому времени частью учебной программы за тихое легкое счастье не знаю чему или кому спасибо но может отчасти сегодня себе самому в 1941 году родился валерий сергеевич золотухин народный артист рсфср успел даже поработать художественным руководителем театра на таганке я знал что буду артистом пишет он воспоминаниях первая дверь в москве в которую я вошел поступил на отделение опереты спел частушки сплясал сыграл на аккордеоне был принят на первый курс музыкальной комедии 17 лет и только потом в его жизни появился драматический театр и кино я несколько раз встречался общался с валерием сергеевичем и мне было очень интересно его какая-то непосредственности если хотите детскость может это то что помогало ему быть в кино и на сцене одним из нас 1948 год день рождения светланы советской летчика космонавта ссср дважды героя советского союза чемпионки мира по высшему пилотажу и парашютному спорту она вторая в мире женщина летчик космонавт и первая в мире женщина которая вышла в открытый космос 1955 год день рождения мишеля плотини французского футболиста обладателя золотого мяча лучшего игрока европы свое время кавалера ордена почетного легиона а потом тренерская карьера руководство уефа громкий скандал и обвинение в коррупции финале почти тюрьма и скромная должность но его элегантная французская игра настолько запомнилась и полюбилась болельщикам что они просто порой не замечают тех бурь которые разразились вокруг их кумира 1961 год день рождения виктора цоя поэта композитора певца ему 20 лет и летом 1981 рождается группа гарин и гиперболоиды а уже осенью она получает свое новое и как окажется потом легендарное имя кино коллектив успевает записать за время своего существования 9 альбомов в конце 80-х цой культовый исполнитель для моего поколения несложные слова понятные ритмы и вполне вменяемый не агрессивный протест против скуки и серости начале 1990-го я побывал на концерте цоя у себя на родине его белая гитара до сих пор передо мной и первые аккорды когда я учился играть в армии в июне 90-го группа дает последний концерт лужниках а рано утром 15 августа цой погибает в автокатастрофе и вот что интересно каждое новое поколение пока по крайней мере вполне принимает его творчество и пресловутая цой жив до сих пор работает может быть потому что это было честно и искренне и получается навсегда группа крови на рукаве мой порядковый номер на рукаве пожелай мне удачи в бою пожелай мне удачи события этого дня в 1872 году в москве прошло празднование ввода в действие первых ком на железной дороге или легендарной конке цены были весьма умеренными 10 копеек за поездку внизу и пятачок за путешествие на ветру то есть на втором этаже вагона правда дамам на открытой верхней площадке ездить категорически возбранялось 1997 год после публикации статьи спецкора а министр то голый в газете совершенно секретно в аналитической программе сергея даренко показываются кадры из переданы корреспонденту видео съемки помывки в бане человека которого тогда называли как человека похожего на министра юстиции россии валентина ковалева в окружении жриц любви министр подаст в отставку но не сумеет позже опровергнуть суде подлинность видеозаписи 2008 год сборная россии по футболу впервые в истории выходит в полуфинал чемпионата европы выиграв у сборной нидерландов 31 результата которым до старта евро большинство поклонников футбола и специалистов даже не мечтала отметить историческую победу по данным гу в д вышли тогда на улице москвы 700 тысяч болельщиков были времена события дня 1633 год галилео галилей изолируется во дворце инквизиции как узник он будет пользоваться необычными привилегиями занимать во дворце три комнаты иметь слугу получать провизию из тосканского посольства и вести переписку без контроля цензуры 10 кардиналов назначенных папой выносят приговор согласно которому астроном был обязан отречься от ереси книги его запрещались сам он приговаривался к тюремному заключению на неопределенное время 22 июня то есть через два дня галилей коленно преклоненно отречется от своих открытий на том самом месте где джордано бруно выслушал свой смертный приговор на следующий день папа в порядке помилования заменит галилею заключения в тюрьме инквизиции сгнанием и тот сможет вернуться на виллу медичи там он должен будет жить в строжайшем уединении а вот подлинность того что великий ученый выкрикнул легендарная и все-таки она вертится так до сих пор и не доказано но так хочется чтобы у истории связаны поистине солнцем науки того времени был красивый финал с вами был николай пивненко в проекте дата